В прокуратуру города Балакова поступили результаты лабораторных испытаний и анализы проб асфальтового покрытия, которые применялось для организации благоустройства, выполнено при строительстве зданий двух детских садов на территории города Балакова в рамках реализации национального проекта «Демография». Согласно полученным результатам лабораторных испытаний, установлено, что асфальтовое покрытие на территории двух детских садов не соответствует установленным ГОСТам по определенным техническим и физиологическим его характеристикам. Также в рамках проводимой проверки прокуратуры города были установлены недостатки при проведении строительных и отделочных работ. Материалы проверки мы вам, как вы сами видели, показали, предоставили. Думаю, каких-либо сомнений в их достоверности у представителей СМИ не возникло. И в правильности сделанных выводов прокуратуры города Балакова правовых или иных тоже не имеется. Наличие сквозного отверстия в потолочном перекрытии в здании детского сада и признаки потеков и размыва воды. Это также факт наличия трещин штукатурок с внешней и задней стороны одной стены, которые имеют однотипную локализацию, тоже свидетельствует о возможном наличии деформации цементного швания посредственно в самой стене. Сам бордюр не соответствует установленным требованиям, как имеют многочисленные сколы, чуть ли не по всей площади отдельных бордюрных элементов. Также вы сами видели трещины в асфальтовом покрытии, которые имеют место быть. По поводу отсутствия дверных заграждений в проходах в подвальном помещении двух детских садов, данный факт отражен также в представлении прокуратуры города Балакова, так как это нарушение антитеррористического законодательства в части физической защиты самого здания. Более того, вы сами понимаете, что отсутствие дверных проемов в зимние условия эксплуатации зданий придет к тому, что туда просто будет попадать снег, вода в дождливую погоду. По результатам выявленных правонарушений мы еще раз повторимся, что мы внесли соответствующее представление в адрес комитета образования Балаковского муниципального района, в котором указаны определенные требования, а именно это предъявить исполнителям по данным муниципальным контрактам гарантийные требования в части устранения недостатков, которые были допущены при осуществлении строительства данных детских садов. Непосредственно прокуратура города Балакова будет взята на контроль факт устранения данных недостатков. После получения информации об их устранении прокуратура города будет проведена повторная проверка, направленная на установление факта устранения нарушений, которые были указаны в представлении. Срок рассмотрения представления прокуратуры, установленного законом о прокуратуре Российской Федерации, это 30 суток. В части установления недостатков все зависит непосредственно от вида и объемов необходимых выполнения работ. То есть позиция прокуратуры такая, что здания детских садов, которые были сданы чуть более 4 месяцев назад и находились без эксплуатации в летнюю теплую погоду, такие нарушения мы считаем недопустимы. Прокуратуру города Балакова в январе 2020 года было внесено представление в адрес главы Балаковского муниципального района по факту того, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренные муниципальными контрактами в рамках реализации национальных проектов, были не соблюдены, так как и срок их исполнения был 30 декабря 2019 года. На ней проведена проверка 17 января 2020 года. Установлено то, что здание полностью не готово, ведут строительные и отделочные работы. Помимо этого, с рабочим визитом и проверкой на данные объекты приехал сам прокурор Саратовской области, который рекомендовал органам власти и строительным организациям, которые исполняют данные работы, подготовить здания детских садов в строгом соответствии с требованиями строительных норм и технических характеристик, предусмотренным техническим заданием по муниципальным контрактам. Поэтому, руководствуясь как и указаниями Генеральной прокуратуры об организации прокурорского надзора за реализацией национальных проектов, а также указанием прокурора Саратовской области о проверке законов использования бюджетных средств при финансировании национальных проектов прокуратуры города Булакова, проведена настоящая проверка, в ходе которой также были привлечены строительные эксперты, которые дали заключение о том, что те объекты, которые подвергались лабораторным исследованию, и не соответствуют требованиям ГОСТа. По асфальтовому покрытию по зданию детскому садику по улице Волжская, параметр по среднему водонасыщению образцов по структуре превышает в более трех раз от установленной нормы, что также является недопустимым. И в случае, если потребуется взятие дополнительных образцов для сравнительного лабораторного анализа, они будут сделаны, и, естественно, наша позиция, что все благоустройство нужно непосредственно будет сделать заново. Вы сами видели то, что имеют место быть трещины в асфальтовом покрытии, то, что имеют место в такой момент, что волнообразность асфальтового покрытия на территории детских садов, такого быть не должно, и поэтому данные дефекты должны быть устранены. Резиновая площадка, то, что она имеет непосредственно уплотнения, которые могут привести к накоплению влаги и нахождению луж, то тоже, в принципе, строительные компании по экспертизе объектов строительного контроля тоже не должно быть. То есть нужно выполнить работу по ее выравниванию. Продолжение следует...